Добрый день. Меня зовут Анастасия Ласковая. Я академический директор программы менеджмент в Высшей школе менеджмента. И сегодня мы поговорим про менеджмент с точки зрения того, почему эта дисциплина, эта область знаний может стать основой для профессии будущего. Сначала давайте разберемся с тем, что же такое профессии будущего и почему нам важно про них знать и понимать уже сейчас. А еще знаменитый писатель-фантаст говорил о том, что будущее — это не что-то такое отдаленное и неизвестное. Это на самом деле то, что мы с вами строим прямо сейчас. Потому что все действия, все решения, которые принимаются в настоящем, они непосредственно влияют на наше с вами будущее, что довольно логично. как же мы можем заглянуть в будущее и понять, что же будет востребовано через 5, 10 или даже 50 лет. И на самом деле есть довольно устоявшаяся технология, которой пользуются многие ученые. Она называется Foresight. Foresight — это такой метод, который позволяет прогнозировать развитие экономики, развитие общества в целом. Она была создана, эта технология, за рубежом около 40 лет назад и сейчас активно используется в сфере бизнеса и в сфере государственного управления. Это такой экспертный метод, когда собирается группа ученых и они совместно составляют некий прогноз развития либо отдельной отрасли, например, отрасли машиностроения, либо автомобильной отрасли какого-то региона отдельного, либо отдельной страны. И на основе уже этого прогноза, который они вместе составили, планируется, а что будет предпринято в будущем на уровне каких-то государственных решений, которые принимаются, и на уровне даже решений между представителями мирового сообщества. Одним из таких известных достаточно источников вот этих профессий и будущего, и того, чем же мы будем заниматься, через 5 или 10 лет является отпуск новых профессий. Уже вышла третья его версия, и как раз в его основе лежит вот эта методология форсайта. Прежде чем перейти к описанию того, какие же профессии нам предлагают эксперты, необходимо обозначить основные принципы методологии форсайта, как, собственно, они понимают, что та или иная профессия будет в будущем актуальна и востребована. Во-первых, форсайта строится на том, что будущее таково, что оно создаваемо нами сейчас. То есть, если мы посмотрим, есть две точки зрения, что есть какое-то будущее, которое возникает, и мы на него не влияем, и есть другая точка зрения, которая говорит о том, что на самом-то деле нашими поступками, нашими решениями мы можем влиять на будущее и его создавать. Вот форсайт строится именно на том, что текущими решениями мы можем его создавать. Например, если мы на уровне государства, на уровне страны или на мировом уровне решаем инвестировать в развитие науки, технологий, мы понимаем, что через какое-то время в будущем у нас будет постребована профессия ученого, и, например, у нас будет повсеместно применяться какие-то технологии, IT-технологии, да, либо технологии биологии или медицины в любой профессии. Второй принцип, он строится на том, что будущее не только основано на прошлом, но оно еще зависит от решений конкретных участников, от решений бизнеса, от решений государства, от тех решений, которые принимаются на уровне отдельных сообществ и стран. И также мы понимаем, что можно строить прогнозы будущего, но достоверно предсказать его нельзя. Можно только подготовиться каким-то образом к тому будущему, которое нам эксперты, специалисты предлагают. И авторы атласа новых профессий, они выделяют достаточно много таких сфер новых профессий. Вот здесь представлены именно профессии в области менеджмента. То есть те профессии, которые будут, на их взгляд, там, к 2025-30 году, наиболее популярными в области менеджмента. Здесь есть и такие профессии, которые существуют уже сейчас. Например, тот же форсайтер, который пытается как-то анализировать, прогнозировать будущее развития общества. Фасилитатор, корпоративный антрополог и HR-гимификатор – это такие люди внутри корпорации, которые, собственно, занимаются тем, чтобы создать наиболее удобное пространство для работников. Есть и такие профессии, которых сейчас пока нет. Ну вот именно названий таких, скажем, профессий. Это, например, тайм-брокер. Есть у нас брокеры на бирже, где они предлагают управление инвестициями. А здесь, видимо, предполагается, что время станет настолько ценным ресурсом, что необходимы будут отдельные люди, которые будут им торговать и как-то перераспределять его между участниками какого-то сообщества либо участниками компаний. И также интересна очень профессия, которая мне нравится – это управление с детским R&D. Сейчас уже появился этот тренд, что, начиная со школы, разрабатываются какие-то программы по предпринимательству либо программы по управлению инновациями. И уже с детских лет, с раннего возраста начинают создавать свои собственные проекты, даже стартапы. И выходят там на мировой уровень. Даже на телевидении недавно появилась передача, где школьники презентуют свои собственные проекты. И вот понадобится человек, который будет как-то управлять, с этими проектами, начиная, может быть, даже уже раньше, чем со школы, да, ну, может, там, 6-7 лет кто-то захочет создать свой собственный инновационный проект. Почему нет? Что нам говорят эти профессии и почему нужно задуматься о будущем уже сейчас? А на самом деле получается, что сейчас время меняется настолько быстро, что нам необходимо постоянно адаптироваться к этим изменениям. Если раньше, там, всего каких-то 50 лет назад, примерно мы знали, что вот мы идем учиться там в университет, получать такую профессию, и мы точно будем востребованы на рынке. То есть существовал план у государства, который надо было выполнить, длинный технологический цикл производственный был, и было известно, какие нам необходимы кадры уже там на 15 лет вперед. А сейчас даже на 5 лет вот этот прогноз, он не может быть на 100% точным, потому что мир меняется очень быстро, и, может быть, через 1-2 года какие-то профессии вот из этих трансформируются, или совсем исчезнут. Такое тоже может быть. Есть другие тоже варианты того, какие профессии у нас появятся в будущем, и вот здесь представлено предложение экспертов из Сбера и Высшей школы экономики. Они подготовили такой совместный отчет, который еще ближе к профессии менеджера. Он говорит о том, что нам будет необходимо в области маркетинга, финансов, например, дизайна, логистики, продуктового менеджмента, какие навыки нужно будет освоить, чтобы вот такие профессии появились на рынке, и чтобы быть успешным специалистом в этой области. Здесь, наверное, более понятные профессии по названиям, чем в атласе будущего. Он такой, атлас этих профессий основан уже на каких-то оценках текущих вакансий, то есть того, что уже сейчас есть на рынке, но мы видим какой-то рост на спрос. То есть, например, количество вакансий по найму цифрового маркетолога или нейромаркетолога, оно растет из года в год, и мы понимаем, что эта профессия будет востребована и в будущем. Либо менеджер по ESG-трансформации, сейчас довольно популярная тема, ESG обсуждается везде, на всех уровнях, особенно в крупных компаниях, и уже сейчас необходимы специалисты, которые в этой сфере разбираются. И в будущем количество таких специалистов, запрос на них будет только расти. Так что же нужно нам сейчас, понимая, какие профессии могут быть востребованы через 5-10 лет, как нам подготовиться к этому? Что нужно уметь, что нужно знать, чтобы развиваться в той или иной сфере? И особенно встает вопрос, а нужно ли вообще там что-то изучать, если мы понимаем, что мир очень быстро меняется, и нужно ли вообще какое-то базовое образование? И когда мы говорим об этом, неизменно приходим к такому понятию, как навыки. Я уверена, что всем известна разбивка навыков на жесткие и мягкие навыки, и наверняка все знают, что они означают. Жесткие навыки или hard skills — это непосредственно какие-то технические вещи, которые необходимо усвоить, и которые мы можем проверить с помощью каких-то простых экзаменов или тестов. Например, печать на компьютере, на клавиатуре — это такой жесткий навык технический. Даже математика, любые расчеты — это тоже технический навык. Использование любой компьютерной программы, программирование, например, и даже знание иностранного языка, на самом деле, потому что там есть определенные, скажем так, общие законы и методы использования, построения предложений — это тоже hard skills. В то же время есть мягкие навыки. Мягкие навыки — это такие вещи, которые уже сложнее измерить. То есть если жесткие навыки мы можем достаточно точно измерить, проведя какое-то количество тестов, мягкие навыки измерить сложно. А часто это такие личные качества больше, и они зависят, может быть, от характера человека и приобретаются с каким-то личным опытом. Туда обычно относят критическое мышление, например, умение работать в команде, какую-то проектную работу, предпринимательское мышление, эмоциональный интеллект, гибкость некоторую в принятии решений, например. Это все относится к мягким навыкам. И часто возникает вопрос, а чему же быстрее научиться? Если мы посмотрим на вот эти две группы навыков, чему быстрее научиться? Жестким навыкам или все-таки мягким навыкам? Если подумали минутку, то наверняка многие ответили, что жестким навыкам научиться быстрее. Потому что нам тут дана подсказка, мягкие навыки приобретаются с личным опытом. И чтобы этот опыт накопить, скажем так, чтобы он прошел, нужно какое-то время. А жесткие навыки можно освоить достаточно быстро, если мы сравниваем с той же креативностью, например, набор текста на компьютере либо знание иностранного языка. Этому можно научиться быстрее. И, конечно, чему же научиться легче? Логично, что раз жестким навыкам мы учимся быстрее, значит, им и легче научиться. То есть, например, когда мы говорим или сравниваем навык той же математики или программирования, которая достаточно сложна, и навык эмпатии, который кажется легким, но на самом деле это такое качество, которое приобретается очень долго и приобретается именно на основе взаимодействия с людьми в разных командах, в разных контекстах, в разных условиях. То есть, на это нужно все-таки больше времени, чем освоение того же программирования, когда вы взяли какой-нибудь курс, онлайн-курс, сели там за 2-3 месяца, освоили какие-то базовые программы. То есть, мы понимаем, что из этих двух групп навыков жестким навыкам учиться быстрее и легче. При этом, те же авторы Атласа новых профессий говорят о том, что для любой из тех профессий, о которых мы поговорили, понятно, что у каждой там есть свои hard skills и soft skills, но есть и надпрофессиональные навыки, которые понадобятся, в принципе, любому человеку, в какую бы сферу он ни пошел. То есть, какой бы профессии вы не хотели посвятить свое будущее или свою жизнь, или, может быть, вы там поменяете ее три или пять раз, в любом случае вам нужны вот эти навыки. И они поэтому и названы, да, надпрофессиональные, потому что они не привязаны к какой-то конкретной профессии. Как вы видите, из всех навыков, наверное, только программирование и бережливое производство относятся к hard skills. То есть, это такие жесткие навыки, которые достаточно легко проверить, усвоили вы их или нет, и они осваиваются быстрее. Остальные же навыки, например, тоже системное мышление, либо умение работать в проектной команде, управлять проектом, экологическое мышление, работа с людьми в разных культурных контекстах, на разных языках, или, например, работа в условиях неопределенности, когда, мы сказали, уже меняется буквально суть профессии, и то, как мы представляем себе ту или иную область очень быстро. Очень хороший пример нам показала пандемия, когда мы достаточно быстро из своих привычек того же похода в магазин за продуктами перестроились на уже такую быструю доставку. и сейчас многие уже привыкли к тому, что продукты им доставляют на дом, а они не ходят куда-то за ним в магазин. Причем произошел этот переход довольно быстро, буквально там за пару месяцев, и его нельзя было предсказать. Вот способность адаптироваться к таким условиям, к таким новым неожиданностям, которые никто не мог предсказать, здесь имеется в виду под навыком работы в условиях неопределенности. То есть большинство навыков, которые вам необходимы будут в любой профессии, они являются мягкими. То есть это такие неосязаемые вещи, которые познаются и тренируются только на собственном опыте. Большинство профессий, опять же, если вы заходите подробнее почитать, можно в атласе, там QR-код на слайде был для перехода на сам атлас. Там практически в каждой профессии указан один из мягких навыков. Это либо критическое мышление, способность там анализировать информацию, способность управлять проектами, которые будут необходимы в любой сфере, да, и работать с людьми, естественно, тоже очень важный навык. Причем же здесь менеджмент? На самом деле, все вот эти мягкие надпрофессиональные навыки, которые вы видите на этом слайде, они, можно сказать, составляют суть менеджмента, либо управления. Здесь хочется процитировать такого классика менеджмента, с которым вы точно познакомитесь, если придете к нам учиться. Это Ричард Дафт, и он говорил еще полвека назад, что менеджмент — это универсальный вид человеческой деятельности, поскольку в любой сфере необходимо достижение целей, да, то есть вы в любой области ставите какие-то цели, будь то это собственное развитие либо работу, и руководствуетесь использованием имеющихся ресурсов. Поэтому вот это умение управлять имеющимися ресурсами и достигать поставленных целей, собственно, это и есть менеджмент. И понятно, что в любой профессии это есть, и поэтому он назван универсальным видом человеческой деятельности. Наверное, когда слышно, вы слышите, да, откуда-то слово менеджер, представляете себе какого-то такого человека, который делает достаточно много всего, и первая ассоциация, которая приходит на ум, это многозадачность. На самом деле так оно и есть, многозадачность. Но в данном случае многозадачность подразумевается скорее не в том, что менеджер делает очень много дел одновременно, а в том, что его спектр обязанностей и то, чем он занимается, достаточно разнообразно. Например, ну вот назовем этого менеджера Игоря, да, вот в 7.30 утра Игорь приезжает на работу, он начинает планировать свой день. Например, там, разбирает почту, да, общается с клиентами по всему миру, причем на разных языках. В 7.37 его подчиненный заходит в офис, в офис, чтобы обсудить, например, там, новый проект, какую-то жалобу клиента и подготовить корпоратив. Да, скоро у нас Новый год. Еще через 8 минут заходит секретарь менеджера, говорит о том, что вот была неподалеку серьезная авария и там ущерб в одном из офисов составил 500 тысяч рублей. Последствия обещают устранить через 3 дня. Нужно что-то с этим сделать. То есть вы узнаете какие-то текущие новости, то, что произошло, вот буквально касается вашей работы. В 8 утра вам приносят кофе и просят проинструктировать, например, нового сотрудника, поговорить с ним там 10 минут. А еще через 15 минут звонит бухгалтер и вы вместе с ним садитесь анализировать какую-то финансовую отчетность компании, обсуждаете проблемы, связанные с деньгами. И, наконец, в 8.25 вы снова возвращаетесь к чтению почты и видите, например, там приглашение на конференцию с просьбой выступить на ту тему, в которой вы являетесь экспертом. Вот примерно так за полтора часа прошло утро типичное менеджера. И было проведено исследование около 700 человек, если я не ошибаюсь, было опрошено и проанализировано. И ученые как раз смотрели, а сколько в среднем занимает решение той или иной задачи у менеджера, у обычного менеджера среднего звена, там, руководителя отдела либо руководителя какой-то небольшой малой фирмы. И вот было выяснено, что решение одной задачи оперативной, то есть такой, которая связана там с текущими проблемами, оно занимает менее 9 минут. Из этого можно себе представить, сколько на самом деле, какое количество разных дел менеджер выполняет в течение своего рабочего дня. Это может напугать, но реальность такова, что в современном мире любая профессия, она требует совмещения очень разных навыков. Например, вам нужно знать какие-то хотя бы основы программирования. Если вы будете руководителем IT-команды разработчиков, либо вы будете заниматься информационной безопасностью, либо вы создадите какую-то свою компанию, вам нужно знать какие-то технические такие основы. В то же время вам необходимы навыки эмпатии, эмоционального интеллекта, чтобы общаться с разными командами, чтобы понимать, чего хочет ваш клиент, почему он к вам пришел, как вы можете улучшить свои процессы. Также вам, конечно же, необходим навык общения с разными людьми на разных языках по всему миру. Необходимо хорошо анализировать информацию, понимать цифры, понимать, как они соотносятся с вашей деятельностью и понимать, а что то или иное событие в мире, которое произошло, например, какой-нибудь цунами в Японии, как это повлияет на работу вашей фирмы и что это значит для вас. И мы сейчас говорим не только про менеджеры, на самом деле для любой профессии в будущем это будет необходимо. И уже сейчас компании, когда нанимают людей на работу, они смотрят не только на те качества, которые, например, были написаны в резюме, а они также смотрят на то, насколько человек может самообучаться, то есть как быстро он вообще может в этом мире существовать, насколько правильные решения и обоснованные он принимает, то есть умеет ли он анализировать информацию, которая у него есть, применять критическое мышление и, например, понимает ли он культуру той компании, в которой будет работать. и в этом смысле менеджмент как управление это не только про работу менеджера в какой-то компании, это в первую очередь про управление в целом, например, управление собой, своим вниманием, своим временем, планирование каких-то личных дел, это управление командой, если у вас есть мечта создать свой стартап, вам необходим этот навык, либо это управление компанией, например, вы там, у вас не строгая иерархическая организация, вот как здесь на картинке, вы можете быть как SEO, так и можете попасть в организацию, которая выглядит совершенно по-другому, там управление идет по таким кругам, она называется холократической, более подробно мы это безусловно обсудим на специальных предметах, посвященных вот именно организации деятельности, но и в той, в другой компании необходимо управлять людьми, и в этом смысле вам нужно быть гибким не только к тому способу, как организована работа, но и например к определенной отрасли, то есть словно говоря, вы можете пойти HR менеджером в компанию связанную с нефтепереработкой, да, и с какими-то там элементами добычи полезных ископаемых, и это одна история, либо вы можете пойти например в телекоммуникации, там в те же компании Мегафон, Теледва, где достаточно гибкая организационная структура, и где совершенно по-другому нужно действовать. Также можно быть гибким своей деятельности, да, менеджмент тоже формирует этот навык, например, вот сейчас очень холодно у нас, например, в Петербурге минус 20, и пару дней назад отключили отопление, то есть случилась авария где-то неподалеку, и вот отключили отопление. Что делать в такой ситуации? Можно несколько вариантов принять, можно смириться с этим, например, попробовать как-то обойтись текущими ресурсами, например, там тот же обогреватель поставить, можно быстро подстроиться под ситуацию и поехать работать куда-то, например, не из дома, а в ближайшее кафе пойти. Вот способность не растеряться, как-то справиться со стрессом и адаптироваться, это тоже все про гибкость, и безусловно, это нужно и в повседневной деятельности, и при работе в любой компании. И, наконец, третья важная составляющая, которую дает менеджмент, это способность как раз вот этого разнообразия, потому что мы уже обсудили, чтобы в будущем быть востребованным, вам недостаточно быть однотипным специалистом, то есть, если раньше можно было, например, освоить какую-то одну область, не знаю, быть бухгалтером, да, и вы понимаете, что вот вы точно знаете эту сферу и вас точно возьмут на работу, сейчас растет потребность как раз в каких-то редких уникальных сочетаниях различных компетенций. Например, мы именно для этого даем возможность выбрать несколько сфер и попробовать там тот же маркетинг и поизучать предметы в этой сфере и, например, дисциплины, связанные с IT-технологиями, разработка и программирование на питоне. Вот чем больше у вас вот этих возможностей разнообразного, получения разнообразного опыта, тем больше вероятность того, что вы будете востребованы в будущем как специалист, поскольку нужна будет вот эта комбинация разных навыков, разных знаний, да, и будут какие-то профессии, может, которые сейчас вот не существуют, там, из тех, которые предлагают с Атласом. Моя любимая профессия IT-проповедник. Я себе это представляю как человека, который ходит и рассказывает про важность и нужность технологий для тех групп населения, которые еще либо побаиваются, либо не умеют работать с технологиями. И здесь нужно не только непосредственно знать, да, те же основы IT, но и понимать людей, как с ними работать. Это совершенно разные группы навыков. И в этом смысле мы не можем сказать, какие навыки важнее, hard skills или soft skills. Нам, безусловно, понадобится сочетание того и другого. Как могут формироваться, да, вот эти сочетания, и особенно интересно, как формируются надпрофессиональные навыки. То есть те навыки, необходимые для успеха в любой работе. Ну, я приведу пример на высшей школе менеджмента, поскольку знаю непосредственно изнутри, как у нас это происходит. Та же работа в команде, да, и навык работы с людьми, он формируется непосредственно, когда студенты объединяются в небольшие группы, работают там над курсовыми проектами, либо в рамках какой-то конкретной дисциплины, они создают свой новый проект, свою новую идею, готовят презентацию и рассказывают, презентуют эти проекты перед бизнес-практиками, например. Есть практические кейсы, когда непосредственно компания заказывает некоторый консалтинговый проект, и студенты погружаются уже в деятельность конкретной фирмы, и готовят для нее какое-то обоснование, проект, например, как продвигать новый продукт на том или ином рынке для компании Procter & Gamble. Были такие кейсы. Есть варианты на курсах по предпринимательству, когда вам нужно создавать свои собственные проекты, собственные стартапы, и вы можете написать под них бизнес-план и попробовать презентовать его для инвестора, либо отправить на какой-то конкурс. В сочетании обучения hard skills, как я привела пример, это программирование, использование аналитических инструментов, и, например, формирование критического мышления, навык работы в команде, понимание, как управлять изменениями, это все в сочетании как раз и дает вот эти надпрофессиональные навыки. Безусловно, индивидуализация обучения, когда вы можете выбрать вот этот вот набор разнообразных сфер, в которых себя попробовать, и уже из них составить какую-то свою уникальную комбинацию и пойти работать, например, эко-аудитором, да, вот вам интересно устойчивое развитие, вам интересно сохранять нашу окружающую среду, и в то же время должны понимать какие-то основы финансов, да, чтобы понимать, а как компания выигрывает от внедрения таких вот экологических практик. Вот возникает такая новая профессия на стыке. Безусловно, важен контекст, и здесь не только про такую среду, наверное, физическую, но еще и контекст в плане людей, тех, с кем вы обучаетесь, потому что это тоже очень большой такой задел на социальный капитал, на ваше будущее. И, конечно, никуда без рефлексии, в том числе индивидуальной рефлексии и групповой, потому что все, что происходит, весь тот опыт, который вы накапливаете, только через рефлексию приводит к формированию критического, системного и аналитического мышления. А это, собственно, та база, которая необходима для формирования уже любых навыков в дальнейшем. Вот несколько примеров о том, каким образом на практике могут формироваться эти навыки и понимая, что они необходимы в любой профессии, можно считать обучение менеджменту такой, наверное, необходимой базой, которая потом вам поможет в любой профессии. Может быть, даже вы пойдете, не знаю, музыкантом, да, свою группу создавать. Там тоже нужны навыки менеджмента. Либо пойдете и будете работать специалистом по кибербезопасности. Казалось бы, при чем там, да, кибербезопасность и менеджмент, но тем не менее там тоже будут нужны все эти надпрофессиональные навыки, работа в команде, системное мышление и все прочее. И просто для иллюстрации хочется показать, где работают наши выпускники, насколько разными действительно являются их области деятельности. Большинство, конечно, идут работать по-ананиму, но есть и те, кто создает свои собственные проекты в разных сферах. Работают это и IT, и образование, строительство, сектор FMCG, и аудит, как такой самый, наверное, популярный сектор. и тоже в разных отделах организации работают, начиная от какой-то финансовой аналитики, или IT-отдел, логистика, маркетинг, заканчивая общим руководством компании, либо продажами, например, стратегии трансформации организации. То есть за счет вот тех практик, которые были даны внутри программы обучения в высшей школе менеджмента, они потом формируют для себя свой собственный путь развития и идут работать в том область, которая им интересна. При этом, что самое классное, наверное, что вы можете изменить свои предпочтения, и вам это не составит труда. То есть вот все эти надпрофессиональные навыки, они позволят быстро поменять область деятельности. Например, вы поработали какое-то время в маркетинге, поняли, что это не ваше и ушли работать программистом либо темлидом в IT-компанию. Почему нет? Вот чтобы быстро перестроиться на совершенно новую сферу деятельности, новую профессию, вам будут нужны эти навыки, которые мы в высшей школе менеджмента даем с разных абсолютно сторон и формируем разнообразным способом. Так что приходите к нам, будем рады видеть вас в высшей школе менеджмента и выбирайте ту профессию, которая будет вам по душе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.